Итак, сегодня минимальная оплата труда Германии и Россия. Немцы хотят сделать минимальную оплату труда 12 евро в час. Смотрим. Там много чего. Повышение минимального размера оплаты труда до 12 евро в час. До 12 евро в час. Ну и самое главное. В переводе на рубли это 160 тысяч примерно на 8-часовой рабочий день и 5 дней в неделю. Чем же ответит страна, которая занимает второе место по добыче золота? Есть нефть, газ. То есть чем ответит Россия? Ну и самое главное. Вы на самом деле как считаете, сколько можно прожить на 13 617 рублей в месяц? Сколько вы бы протянули? Спасибо. Что касается вопроса, как прожить на минимальный размер оплаты труда. Хочу сказать, что минимальный размер оплаты труда это единица, от которой считаются уровни оплаты труда. Итак, Россия 13 617 рублей в месяц. Германия 160 тысяч в месяц. Но самое интересное. И это очень интересно на самом деле. Внимание, зарплата Силуанова. Всем это, вот мы даже по поводу с коллегами знаем, как это интересно. И все, вы наверное помните в конце года, когда в открытых данных на сайте Минфина же, все увидели зарплаты министров. Увидели, что у вас из всех министров самая большая зарплата. 1 миллион 700 с чем-то тысяч, за 16-го среднемесячные, если не ошибаюсь. Все вот стали это сразу обсуждать. А вот за что? Вы сами как считаете, это вот действительно, вот вы говорите, да, там, Минфин разбирается зачастую лучше, чем даже отраслевые ведомства. Но это действительно, это адекватный уровень оплаты труда. Это социально справедливо, вот при такой средней зарплате в экономике, которая у нас есть. И медианой там. А сколько должен получать министр, скажите, пожалуйста? Вот на ваш взгляд. Давайте я скажу. Вы живете в Москве, ну, 100 тысяч может получать. У вас есть машина, у вас есть аппарат, у вас покормят в Огарево в горках, в самолете. Испугался человек! Да любой бы на его месте испугался! Он не ответит на этот вопрос, как прожить на 13 617 рублей в месяц. Но его зарплата, вы не ослышали, друзья, 1 миллион 700 в месяц. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!